И вновь вас приветствует рубрика интервью. Я Наталья Чудина и сегодня в гостях нашей студии Владимир Каневских, руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Хакасе. Здравствуйте, Владимир Леонардович. 15 января Следственный комитет России отмечает пятилетие со дня основания. Мы поздравляем вас с этой датой, пусть небольшой, но все-таки юбилей. И вот пять лет вы работаете как самостоятельная структура. Оглядываясь назад, какую оценку вы дадите работе ведомства за эти годы? Спасибо за поздравление. Очень приятно, что нашу работу видят в республике. Ну, наверное, потому что ее видят, поэтому мы сегодня здесь встречаемся, мы заметны. Мы решаем свои какие-то проблемы и вопросы, и задачи. И вот эти пять лет, наверное, я так считаю, это показывает наше общение с гражданами, что за эти пять лет люди, жители Хакасии, в частности, убедились в том, что такая структура, как Следственный комитет, она была необходима. Вот она появилась, она работает и приносит свои положительные результаты. И в целом, как нам представляется и нашим респондентам, что мы справляемся со своими задачами. Ну, конечно, без каких-то там отдельных шероховатостей, недоделок, не обойтись, как в любом труде. Но в целом можно, как нам представляется, поставить положительную оценку нашей работе. Ну, лично вы довольны этими результатами или все-таки можно было бы достичь и большего? Вы знаете, вот говоря прямо и честно, вот если бы я был доволен нашими результатами, я просто со спокойной совестью пошел на заслуженный отдых, да? Ну, вот пока не ухожу, потому что надо еще очень много сделать, очень многого достичь. И надо настроить. Свою задачу вижу в том, что я еще должен настроить и мобилизовать коллектив на решение этих задач. А они с каждым годом все возрастают и возрастают, так же, как и возрастает ответственность, которая возлагается на наших сотрудников. То есть надо еще работать и работать. Нет предела совершенства, как сказал тот из классиков. Какие наиболее громкие и резонансные дела расследовались следователями следственного управления? Ну, вот всегда, знаете, как-то негативно отношусь к такой категории вопросов. Громкие, значимые. В нашем понятии, в моем части понятии, каждое уголовное дело, оно по-своему необычно, по-своему, значит, имеет свой общественный резонанс. Если же вы имеете в виду вот как раз эту категорию дел, которые больше всего звучали, да, звучали везде. О которых говорили очень мало. С экрана и на страницах печати и в СМИ. Мы сейчас расследуем такие уголовные дела, как разбираемся в расходовании денежных средств на строительство передатального центра, да. Значит, мы практически вышли уже на завершающую стадию расследования уголовного дела в отношении руководителей Хакас Ресводоканала. Ну, вот это такие, пожалуй, наиболее громкие дела, которые прогремели на всю страну, да. Надо еще, наверное, сказать, почему об этом надо сказать, потому что мы тоже начали эту работу. Мы возбудили пять уголовных дел по результатам пожаров в Хакасе. И первые сутки мы их возбудили и проводили неотложные следственные действия. Сейчас бригада Следственного комитета продолжает работать. Там же об этом говорилось, какие дела там уже закончены, какие находятся в стадии завершения. То есть вот и тут, почему я про это дело заговорил, потому что именно работа наших, профессиональная, грамотная работа наших сотрудников, она вот и проявилась в этой неординарной, экстремальной ситуации, что, конечно, нехорошо радоваться на беде, но радует то, что наши люди справились и выполнили те задачи, которые стояли перед нами на первоначальном этапе расследования. Ну а какое из уголовных дел оказалось, на ваш взгляд, наиболее сложным? Я могу сказать, вот так это дело было сложнее, это проще, это интереснее, это нет, вот так вот не получится. Каждое дело по-своему интересно, и каждое дело по-своему непростое, это дело. Особая тема, особый, я не знаю, блок вашей работы, это коррупция. Как у нас с этим обстоят дела? Значит, скажу сразу, значит, в целом оценивать работу по борьбе с коррупцией в республике, я, наверное, просто, наверное, не имею права. И вот почему. Потому что не только мы одни, то есть не только наше ведомство расследует, ну, расследуют уголовные дела о коррупционных проявлениях, но еще и полицейские тут участвуют, и подразделения федеральной службы безопасности. Поэтому, вот если говорить по тому блоку уголовных дел, которые расследовали мы, относящиеся к коррупционной направленности, вот достаточно, наверное, сказать, что у нас в производстве находилось 79 уголовных дел о коррупционных преступлениях. Вот как это, много или мало? Если посмотреть их в удельном весе к числу оконченных дел, то удельный вес уголовных дел от числа оконченных за 15-й год едва ли дотягивает до 9%. То есть это вот не совсем блок такой серьезный для нас в плане удельного веса, в плане же организации работы и расследования и пресечения коррупционных проявлений. Это очень серьезный блок. И удельный вес этот очень важен. И вот формулируя задачи на 16-й год и пометуя послание президента России, который там достаточно жестко и подробно озадачил у нас, поставил перед нами задачи, в том числе и он много же, помните, говорил о прокурорском надзоре и расследовании преступлений, то я думаю, что, к сожалению, а может к счастью, вот этот удельный вес уголовных дел коррупционных, коррупционной составляющей, мне представляется, что на сегодняшний день он не совсем правильно отражает ту картину, которая сложилась у нас в республике. Ну, раз уж вы начали взаимодействие следственного управления с другими правоохранительными органами, вот как вы вообще оцениваете его на сегодняшний момент? Ну, я остаюсь при своем мнении, что взаимодействие правоохранительных органов с нами и наше взаимодействие с другими правоохранительными органами в нашей республике находится на достаточно высоком уровне. Тут же надо иметь в виду и то, что в силу действующего уголовно-процессуального закона оперативные сотрудники других правоохранительных органов просто не могут с нами плохо взаимодействовать. Не потому, что мы расследуем дела в отношении них отнюдь, а может даже немного и поэтому, но я не об этом. А потому что Уголовно-процессуальный кодекс дает право следователю выдавать указания сотрудника оперативных подразделений, других органов правоохраны, направленное на сбор, закрепление, изъятие доказательств. То есть мы просто-напросто, используя закон, поручаем им провести те или иные следствия действий или оперативные мероприятия. Если они это не будут делать, они просто-напросто за это ответят. Опять-таки в рамках закона. Ну, а это первая официальная часть, да? А вторая часть, это, наверное, личное взаимодействие и личные взаимоотношения между, во-первых, руководителями правоохранительных органов. Здесь сразу хочу оговориться, чтобы было правильное понимание. Там не шайка-лейка, значит, генералов, да? А там именно серьезные деловые, где-то даже товарищеские отношения. Эта же норма принята в отношениях и непосредственных работников, как наших следственного управления, так и работников правоохранительных органов. Мы просто делаем одно общее дело, цель которого – обеспечение безопасности, жизни, здоровья жителей Хакасии. Ну, а жителей Хакасии обычно интересует такой вопрос. Вообще, какой из районов у нас самый криминальный? Наверное, сегодня не стал говорить и выделять какие-то районы. По двум причинам. Первая причина в том, что наша территория обслуживания наших подразделений не совсем совпадает с районным и территориальным делением, принятым в республике Хакасия. Почему? Потому что у нас только один городской отдел, который непосредственно обслуживает территорию города Черногорска. Остальные же у нас подразделения находятся в ранге так называемых межрайонных. Допустим, Ширинский межрайонный следственный отдел обслуживает два района. Ширинский, Орженикидзовский, там, значит, Усебаканский тоже несколько районов обслуживает. Все остальные обслуживают по нескольку районов, и в том числе города республиканского подчинения, за исключением города Черногорска. Но если говорить общее для понимания, знаете, я бы вот не стал сегодня выделять, и не могу выделить какой-то район. Вот этот криминальный, вот Черногорска, да, не хотите оттуда все уезжать, и там все такое, отнюдь. Значит, в каждом районе, в каждом населенном пункте республики есть свои определенные узкие места, свои определенные узкие проблемы, над которыми надо работать местным органам. Я имею в виду, прежде всего, муниципалитеты, органы местного самоуправления в целом. И мы, кстати, иногда не стесняемся говорить об этом руководителям городов и районов, и правительству республики Хакасия, поскольку статья 158 Уголовного кодекса, Уголовно-процессионального кодекса России, обязывает следовательно принять меры к выявлению и устранению причин и условий спасающих преступлений. Расследовав то или иное дело, мы же видим, что же привело к этому преступлению. И информируем соответствующие органы власти и управления, чтобы эти меры были устранены. И они делаются, они устраняются. Ну и в заключении нашей беседы у вас есть возможность поздравить своих коллег с профессиональным праздником? Спасибо за предоставленную возможность. Хотел бы пожелать всем нашим сотрудникам сибирского здоровья, большого человеческого счастья, терпения, упорства, настойчивости. И самое главное, никогда, ни в каких ситуациях, как это уже было неоднократно, не терять самообладание, трезвости духа и тонкого аналитического ума, способности проанализировать, складывать ситуацию. Ну и самое главное, еще немаловажно, о чем нужно сказать, это еще бы хотел передать горячий привет нашим ветеранам. Спасибо им за ту помощь и поддержку, которую они нам оказывают. Мы очень много с ними сделали в этом году. У вас хороший музей начинает появляться. У нас ветераны постоянно приходят, помогают, делятся опытом, передают в дар нашему музею свои какие-то реликвии, которые нам очень интересны. И добра им пожелать здоровья. Ну и, конечно, передать большое привет и огромное спасибо членам семьи наших сотрудников, которые понимают нашу работу, поддерживают нас и делают все для того, чтобы в новом году мы работали бы еще лучше. Всем счастья, здоровья! Мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Спасибо, что нашли время, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Владимир Каневских, руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Хакасии. Спасибо, что были с нами. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова